Всем привет. Я в Айкеке. Опять просторы. Наверное возьму. Ну это такое, знаете, каждый день. Можно без пояса. И сзади спинка. И такая футболка. Мне же не покажу, потому что я раздета. Очень. Тоже прикольная. Мне нравится. Пришла с магазина. Ездили сегодня с Артурчиком. Делали обход врачей для поступления в техникум. Там вам показывала чуть-чуть видео. Из магазина. В Айкеке зашла. В Ашан. Это в караване у нас. И чуть-чуть вам поснимала. Купила кое-что. Сейчас покажу. В Ашане и В Айкеке. С Артуром прошли сегодня двух врачей. Лора. Прошли стоматолога. Еще там зашла я. К картодонту зашла. Узнала. Кое-что мне надо было. Взяла направление Веронички на панорамный снимок зубов. Узнала, почему не растут у виталинта два передних зуба. Долго. Молочных, которые выпали. Вот. И... Ну, как узнала. Она сказала, ждите. Я еще подожду чуть-чуть. Потом снимок, наверное, все-таки сделаю. Так. Что еще? Заехала в школу. Взяла форму 63-ю о прививках для поступления. Вот. Поделали... А, Артурчик сегодня сфотографировался. Поделали фотографии. Сделали ксерокопии, короче. И показываю, что я купила в Ашане. В Ашане купила вот такие вот хлопья старт. Уже виталинта покушала с молоком. Шоколадные. Такие крупные. Очень вкусные. Вот эти вот. Нам нравятся. Так. Следующая. Следующая взяла половинку украинского. Я хлеб не ем, но это на квас. Кстати, свеженький. Взяла розмарин на лимонад. С розмаринами лимоном буду делать. Но лимонов не было. Не взяла лимонов. Поэтому надо где-то купить пойти. Такую новую сметану отборную взяла. Боже, как размерен пахнет. Я обожаю. Лимонад обалденный. Попробуйте сделать. Такая сметана отборная в молоке. Взяла 15%. Попробую. Сейчас вся сметана какая-то жидкая стала. Я домашнюю не могу. Кило 200 или сколько тут. Кило 122 взяла плечевую часть крыла. Буду жарить. В муке с крахмалом. Волошковое поле молоко. Взяла по скидке по 19 гривен. Виталинка, иди пораскладывай все в холодильник. Сыр фамилия Кома. 32 гривны. Вот такой вот взяла. Буду готовить рис с грибами и курицей. Опять. Грибы взяла. 25, по-моему, или 24 гривны стоят. Вот такие взяла эпикур без антибиотиков филе. Часть уйдет у меня на рис с грибами и курицей. Часть я зажарю в духовке с ананасами и сыром. Ананасы непосредственно взяла. Вот. И взяла детское мыло. Потому что уже проходила мимо. Не хотела к взрослому идти. Это детское такое вонющее. Два взяла сахара ванильного и дрожжи взяла. Я не знаю, есть ли у меня или нет на квас. Дальше. Вайкики поменяли кулечки. Теперь они вот такие белые. С таким розовым глобусом вверху. Видите? Камера. На улице сегодня жара сумасшедшая. Вообще очень жарко. Подвинусь чуть-чуть и покажу. Так. Такой кулечек новый. Видите? С глобусом беленький. Красивый. Мне понравился. Раньше был вот такой синий у них. Так. Купила я. Киталиночки. Купила. А. Три вещи купила. Купила вот такой пояс. У меня Вероничка очень хотела такой ремень себе. Давно. Там были раньше салатовые. Вот такие оранжевые. По-моему, розовые или голубые. Или те, и те. Не пойми. Короче, сейчас эти пояса по 44 гривны. А были они по 109. Вот. Она видит, что это сейчас очень модно. Короче, взяла. Себе такой поясочек. Вот. Вот так вот он, да? Будет смотреться. Виталинка, а ты раздетая? Можем ли я накраситься? Да мы сейчас на пляж идем. Виталинка, иди, я тебе же купила что-то. То, что ты давно хотела. Не, голенькой не надо. Иди надень футболочку. И взяла Виталине. Она давно мечтала вот такую юбку. Была я либо на 5-6 лет, либо на 7-8. То есть 6-7 не было лет. Я бы взяла, конечно, 6-7. Но, не знаю, она тут утягивается на резинках. Видите? Я уже попыталась утянуть. Мне нужна длиннее была длина. Потому что у нас есть, она очень короткая юбка. Она на нее в бедрах. Но, по талии, вернее, на нее. А так очень короткая. Хотела, давно мечтала. Короче, эта юбка, она стоила 239 гривен. И взяла ее за 94 гривны. Это в Айкике, которая в Ашане. Теперь буду подборожить. В караване. Уносить. Сейчас камеру протру. Так. Ну, мерей давай. Она тут затягивается. Я не знаю. Мерей. Она, в принципе, не такая уж, что и худенькая. А ну. Будет нормально. Отлично. О, еще затянем сейчас. А ну. Давай еще. Сними пока. Я затяну еще. Сними. Сейчас я затяну и покажу вам. Я очень давно искала ей юбку. Но цены, как бы, почти 300 гривен отдать за юбку. 250 за маленькую юбочку. Для ребенка мне, как бы, жалко. Ну, жалко. Дорого. А тут, получается, обалдеть. Пума. А ну, брысь. Ну, уйди. А тут, получается, такая цена. Ну, просто сказочная. И она ей будет и в школу хорошо ходить. Ну, остановись. Туда я поснимаю. Сейчас переверну камеру. Вот так вот смотрится. Ну, бери ручки. Доцы. Ну, шо ты это? Подними футболочку. Можно было, конечно, и на 5-6 лет. Вот на 6-7 было бы идеально, конечно. Ну, ничего. За лето подрастешь. Нам же надо не только на лето. Правильно? Подожди. 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 Задом повернись. Кармашков в ней нету. Такая вот юбочка. Ну, так футболочкой нормально. Нравится тебе? Ты хочешь пойти в зеркало глянуть? Постой. Еще иди сюда. Я посмотрю еще. Отлично. Длина хорошая. В школу можно носить. Да? Ну, иди. Ты довольна? Да. Пожалуйста. Так. И себе я взяла тоже платье. Я вам показывала. Я замерила. Цена у него очень сладкая. Знаете, я люблю сладкие цены. Я раньше смотрела на это платье. Они были, эти платья, по 299 гривен. Ну, 300 гривен оно стоило. Вот. В нем вот такая вот спиночка, видите. Красивая очень. Но легкая, с подворотиками. Такой приспущенный рукавчик широкий. И это размер у меня, по-моему, М. Мочка. Да, Мочка. И оно мне отлично. Цена у него была 300 гривен. Скидка 70%. И купила я его за 89 гривен. Вот. Может, кто не верит. 89 гривен. Платье шикарное. Трикотаж натуральный. Легкое. Вот такой цвет. Изумрудный, красивый. Мне такой цвет идет. Я люблю такой цвет яркий. Оно завязывается. Можно будет завязать сзади вот так его. И потом спереди не завязывать. Ну, я посмотрю. Ну, как вы думаете, за 89 гривен было грех его не купить. Такое простенькое на каждый день платьичко. Вот это у меня платье, в котором я сейчас. Оно, кстати, свои кики тоже. Очень люблю его. Что? Потом поснимаю. Пока показала вам. Пойдем на озеро, поснимаю попозже вам. Наверное. Покупочки закончились. Вот. Так что можно будет идти на озеро. Так что напишите, понравилось вам это платье или нет. Там мне, кстати, пишут многие за то платье шифоновое, которое я мерила. Тоже зеленое с цветами. Мне оно тоже очень понравилось. Но я не носила никогда такие вещи. И я не знаю. Как-то, знаете, мне так куда носить я его буду. Он слишком, слишком красивое. Слишком выходное. Короче, не знаю. У меня сбили соседи с толку. Пришли. И я как-то не люблю, знаете, чтобы слушали. Но слышно через дверь, когда я разговариваю. Вот. Так что напишите мне за это платье, которое я купила. И вообще за то, что... За юбочку Виталинкину. Плузочка прошлая понравилась. Я так поняла. Голубенькая, бирюзовая. Вот. Всем. Я очень рада. До платья тоже. Но я еще за него думаю. Вот. Так что такие дела. А, это платье. Да. Любимое мое. Видите, оно такое широкое. Очень-очень крутое платье. Я его обожаю. Она очень удобная. В нем не жарко. Абсолютно очень хорошая. Не жалею ни разу, что купила его в Айтике. Я очень полюбила этот магазин. Мне нравится. Качество вещей у них. Хорошее. Вот. Ну что, пойдем на пляж. Поснимаю, если не забуду вам чуть-чуть. И потом продолжу. Или сегодня, или завтра посмотрим. Как получится. Ну, мы на пляже. Вода сегодня холодная. Воздух горячий, кстати. Вот и я. С Виталиночкой поплавали. Вода холодная. Воздух горячий. Я думала, что вода будет теплая, как обычно. Видно из-за похолодания. Ну да, в Киеве было довольно-таки холодно. Насколько дней. Мы накупали, Света Ленка гуляет. Что? Что? Да не остается песка на ногах. Да. А если нас надо спать по крыльям, то остановимся. Да. Виталинка пришла в новой юбке. Не захотела ее снимать. Понравилось. Она давно хотела. Ты что, снимаешь? Да. Виталинка, а ну посмотри, кто-то лазит по спине. Я тебя не снимаю. Никто не лазит? А то я только что два муравья с крыльями выкинула. Нет. Ну ладно. Так. Ладненько. Людей много на пляже. Так, двенадцать ночи. Даже, по-моему, не больше. Да. Начало первого. Я жарю блины. У нас никто не спит. Было чуть-чуть муки. Поэтому блину мало. На двоечко сделала чуть-чуть блинчиков. Сейчас сынок. Душа выйдет и покушает. Мы были на пляже. Помылись уже все. И сейчас на годулю. Дети покушают блинчиков. Детям можно. В любое время блинчики. Так. Сегодня уже утро следующего дня. Сделала себе релогановую маску. По-моему. Сейчас покажу. Вот такой альгинат. С ботоксом. С гиглорунтой. И аргилерином. О. Такую масочку. Это половинка у меня осталась. Я ее сделала. Артурчик. Я сейчас отправляю на флюорографию. И буду мариновать крылышки. Нажарила хрустящих крылышек в маринаде, соевом соусе, кунжут, подсолнечное масло, соль и приправы. У меня крылышки. Вот такие вот мексиканские с апельсиновым соком. Чувствуется вкус апельсина. Вкусный очень. И обваляла их. У меня муки не было. Обычно говорят пополам мука крахмал. Но в этот раз только крахмал. И получились еще вкуснее. Еще хрустящие. Пожарила. Это плечевая часть. Вот ножка. Вот эта култышка. От крылышка которая. И иду сейчас в АТБ. Что с АТБ. И что я купила в АТБ. Сейчас покажу. По скидке дезодоранты. Вот эти вот. От Spice. Но Wolf Storm был один. Видимо, не одним мы любим этот запах. 49 гривен он. А так он по 62. Забрала сразу же. Такой голубенький. Кто не знает. Вот. Гелевый и пахнет просто божественно. Дальше. Так. Кушке взяла кормом по 6 с копейками. С индичкой и печенкой. И с лосотем. Два лимона на лимонад. Сейчас буду делать лимонад. Я взяла 4 перчика каждому по одному. Потому что они твердые. Я не знаю, какие они хорошие или нет. Взяла по одному. Рис взяла. Я буду сегодня готовить с грибами. И курица с яичным соусом. До сахара. На варенье мне надо. На лимонады. Что еще. Вино у меня еще. Так я еще и мало взяла. Десяток яичок. Яйца дешевые. Квады были по 75-74 копейки. По-моему. Слеточнее будет. Еще один сахар. Такое молоко взяла. Почему взяла такое? Беру молоко. Скисает. У меня. То ли из-за жары. Не знаю. Короче. Буду брать пока такое. Наверняка. Два килограмма муки. Буду вареники еще делать. Может еще блинчиками на белую. Сода у меня закончилась. У меня банки надо стерилизовать. Перед этим мыть. И вот такой взяла соус. Он стоит 50 гривен. Но по скидке сейчас он стоил 30... Так. 32. Сын сказал, что он очень похож на соус, который с Макдональдса. Кисло-сладкий. Вот такой вот. Состав тут нормальный. Я прочитала. А, кстати, немецкий он. Сейчас попробую. Сейчас откроем. Запечатанный. Это типа Дни Европы. Да. Похож. Хороший. Такой он желтенький. На основе гликосового пюре. В этом Макдональдсе, по-моему, яблочное там пюре. Вкусно. Похож, там. Как раз крылышек я нажарила. Хрустящих был. Вкусно. Вот такие покупочки на 200, 240, по-моему, гривен. И пойду сейчас делать лимонад с этим, розмаринчиком. Вот, розмаринчик попила. И сейчас буду лимон, розмарин. Вот лимонад. Покажу вам сейчас. Так, в кастрюльке вода, чуть-чуть водички и 6 столовых ложек сахара. Это мне надо сделать такой сироп. Сахарный. Здесь я приготовила колбу для лимонада. Сейчас сюда у меня тут бардак, не обращайте внимания. Квас, вино вишневое, прочее. Все, что хотите. Орехи вымачиваются. Сейчас сюда порву руками розмарин, помою предварительно. И порежу лимон и добавлю. Потом залью это все сиропом горячим и обычной водичкой из фильтра. Можно газировкой, кому как нравится. Ну, я буду обычной водой заливать. Рыбочные. Но я не успела снять лимонад. У меня его выпили. Так вот выглядит лимонад с розмарином. Лимоном это меньше сладкие. Больше сладкие, которые вы уже выпили. Видите, первые, которые я делала. Так, зато я вам покажу. Сейчас вино у меня уже сделала. Ну, как сделала? Оно еще будет бродить, конечно. Значит, я сюда что сделала? Я подавила вишню с косточкой прямо руками в банке. Не мытую, сорванную с дерева. Подавила рукой, пожмакала, чтобы сок выпустился. Добавила чуть-чуть водички, сахара. И оно у меня сколько тут? С воскресенья. Ну, два-три дня. Два-три дня оно должно постоять. Короче, как забродила, пена появилась. Вы сливаете его в кастрюлю. Это было три банки, теперь две у меня. Я не мыла их, видите, вот после подавленного. Там чуть осталось ничего. Сливаете на дуршляк, сцеживаете эту всю жижу с косточками, выкидываете. И вот этот сок, который остался, забродивший, добавляете сахара и одеваете перчатку. И в одном пальчике делаете дырочку. Ну, я, как правило, в большом делаю все до дырочку. Дырочка делается иголочкой. Вот, перчатка одевается. Сейчас покажу. Вот я надела перчатку. Сейчас проколю здесь дырочку в одном месте. Когда перчатка полностью надуется, будет стоять вино. Вот, и когда перчатка полностью сдуется, вот так опять упадет, то вино будет готово. Его нужно будет перелить в банки, вернее, в посуду какую-то. Это я в стеклянные бутылки переливаю. У меня с закрутками есть. Ну, вот такие вот, к примеру, у меня стоят. Видите, я специально их сберегаю. Вот, и ставлю в холод. В погреб, либо в холодильник, чтобы прекратить, ну, чтобы не началось опять брожение. На этом этапе, да, переливания, перед тем, как перелить в бутылки, вы процеживаете его через несколько слоев марли. Там слоев шесть должно быть, вот, чтобы чистое-чистое вино получилось. И, ну, или наливка, как хотите называть. Но я водку сюда не добавляю. И, если вам мало сахара, добавляйте сахар по вкусу. И, чтобы не началось новое брожение, отправляйте в холодное место. То есть, либо холодильник, либо погреб, место с постоянной температурой. Вот, такое вино я уже готовлю не первый год. И с чего я только его не готовила. И с ежевики, и с вишни. Естественно, когда будет виноград с винограда, смородина, очень вкусная, черника. Короче, все, что вашей душе угодно. Любые ягоды и фрукты. Вот, очень вкусно. У меня, кстати, идея пришла, что можно даже зимой делать из замороженного винограда, либо вишни. Тоже получится, я думаю, вино. Вот, такое вот. Ну, надуется перчаточка, если не забуду, вам покажу. И потом сдуется, и будем... Можно пить его уже. Там квас у меня, кстати. Решила пожарить картошку крем. Вот так вот. Это молодая картошка. Ну, она уже готова. Можно вынимать. Сейчас быстренько, чтобы не сгорела. Вот так вот жарю один слой. Здесь я ее просушила, помыла, порезала соломкой, обсушила бумажным полотенцем и пересыпала крахмалом. Не солила. И готовую буду сейчас сюда высыпать. В один слой жарю, чтобы она была максимально похожа на Макдональдс. Вот. И это меня сподвигло. Почему? Потому что мы купили, вы видели. Вернее, я купила кисло-сладкий соус детям, а они очень любят с картошкой. И сейчас Виталиночка будет такую вкусняшку кушать. Всем приятного аппетита. Такая вот картошечка получилась у меня. Первую порцию уже Виталинка забрала. Посыпаю я вот такой солью мелкой морской. Через маленькие дырочки на горячую картошку. Очень вкусная, хочу сказать, можно делать картошку, бургеры и будет вам как в ресторане. Еще одну порцию жарю. И еще у меня остается чуть-чуть на одну порцию. Короче, четыре картошки. В принципе, можно было бы... Мне бы с тремя детьми хватило бы. Вот. Очень вкусно. Так что пробуйте, делайте. Вам понравится тоже. И вкуснятина. Приготовила рис с грибами, курицей, луком, сливочным соусом. Вот. Сейчас выключаю уже, он готов. И при подаче, я уже показывала, посыпаем твердым сыром. Вот. Вечер у нас распогодилось. Кстати, у меня еще одна орхидейка расцвела. Такая лимонная. Яркая. Вот видите, у меня вот эта светлее есть, а есть такая яркая. А эта еще цветет. Вот они уже отсвели. Погодка распогодилась, но ветерок такой прохладный. С этой стороны у нас тень. Вот. Подъездом. Короче, не знаю, сейчас или на улицу пойдем, или с Виталиной на великах. Посмотрим. Потому что на набережку, на велике ее поведу. Короче, наверное, сегодня закончу свой влог. Всякий случай, всем пока. Если не закончу, то покажу еще, как мы гуляем. Ну, наверное, он получится длинным, как всегда у меня. Поэтому всех люблю, целую, всем пока. И не важно, с чего я его начну новый показывать влог вам. Думаю, это не важно. Главное, что я показываю свою жизнь. И небо у нас вот такое вот. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok